здравствуйте потихоньку собираемся сегодня у нас будет прямой эфир с анной валерьевной сейчас мы потихонечку подключим иди сюда у меня не совсем обычный задник вот потому что сегодня снимаю не дома поэтому в общем-то и свет у меня такой лично мне не нравится а не привет всем здравствуйте сейчас мы настроим немножко оба чтобы я был посередине они отлично выглядишь 100 лет тебя не видел год назад наверное последний раз да да когда собирались у нас тут погулять с группой собственно говоря для тех кто не видел анонс анна валерьевна у нас врач от арина ларинголог прекрасно и узнаешь учились вместе в одной группе в педиатрическом университете поэтому то что называется вот как я обычно говорю да то есть если надо обратиться к толковому лору если я говорю эту фразу имею ввиду анну собственно говоря да поэтому мы сегодня общаемся в прямом эфире и имеем практически уникальную возможность задать в общем то вопросы смотрю народ потихоньку подтягивается в любом случае время сейчас не супер удобное да для всех поэтому эфир обязательно сохраним можно будет посмотреть потом если что да значит приступим приступим значит первый вопрос начну собственно говоря задавать от себя да то есть ну вот реальная клиническая ситуация семья до мама папа мама страдает хроническим танзелитом папа страдает хроническим танзелитом регулярное обострение там по два по три иногда по четыре раза в год вот у этой семьи рождается ребеночек и собственно говоря вот к двум к трем годам у ребенка тоже появляются вот эти вот самые хронические танзелиты да это ну читай ефимкинах да это мои в общем то друзья собственно говоря не так давно я их отправил к они я так понимаю не до тебя не дошли еще пока значит история следующая да то есть я говорю что здесь обязательно нужно консультироваться с отариноларингологом будем вас лорами называть покороче да если ты не против соответственно вот я их направляю и теперь расскажи что ты будешь ними делать но безусловно хронический танзелит она имеет наследственный фактор но он не такой большой наследственный факторами не имеет как все таки хранить хронический очаг инфекции он скажем так в семье да безусловно мы все равно все обнимаемся любим целуемся в общем безусловно без каких-то вот этих моментов без обменивания инфекционными какими-то агентами мы не можем поэтому это просто хронический вот этот очаг инфекции который треет в семье безусловно передался вот этому малышу ну плюс еще и какой-то генетический компонент тоже присутствует что хочу сказать про родители им конечно раз у них обострение достаточно частое три-четыре раза в год безусловно нужно заняться лечением этого хронического танзелита то есть санации хронического очага инфекции что нужно сделать это сдать безусловно сначала анализы ряд анализов это мы сдаем клинический анализ крови смотрим на общую обстановку в организме антистрептолизин ревматоидный фактор и осло так ревматоид и цирреактивный белок плюс посевы из зевы и из носа потому что мы должны знать врага в лицо и сдать клинический анализ мочи потому что могут быть различные осложнения связанные с хроническим танзелитом и мы проверяем все вместе все в совокупности что происходит в организме после этого мы смотрим оцениваем ситуацию и назначаем промывание лакон необдах миндалин это самое такое общем распространенное лечение хронического танзелита и уже после этого оцениваем динамику тех же результатов которые мы исследовали если например мы какого-то товарища там нашли бактерию какой-нибудь то естественно мы по чувствительности промываем с каким-то антисептиком либо с антибиотиком миндалина вот и этим нужно заниматься конечно регулярно где-то примерно раз полгода посещать лора потому что промывать эти миндалины потому что безусловно сразу все это дело не пройдет потому что это хронический процесс мы долго его зарабатывали и прям так сразу после первой промывки это все дело не уходит вот и конечно же нужно делать все курсом примерно где-то от трех до пяти раз бывает даже десять раз выправа промываем вот эти миндалины можно поделать курс физиотерапии и различные есть токи там вот какие-то ну различные это больше физиотерапевты расскажу что они там делают после промывания именно на чистое ну и плюс как бы поддерживаем все это медикаментозным скажем так способом очень хороший препарат танзелгон назначается и деткам и взрослым поэтому ну в таком ключе просто нужно конечно родителям санироваться обязательно до полечиться взрыв малыша можно пообследовать сдать посева хотя бы посмотреть безусловно такой малыш он еще не сможет промываться но постараться как-то вот хотя бы есть там есть какой-то бактериальный агент его пролечить если там есть что-то вот ну и санироваться родителям я бы поступила думаю так пока вопросик акцентируем еще еще раз за внимание да то есть мы вот это вот все говорим вне периода обострения правильно то есть родителям надо санироваться не тогда когда они уже лежат с ангиной а тогда когда они здоровы у них все хорошо и вот они в этом состоянии приходят тебе и начинают обследование правильно естественно конечно это не обострение вы если у вас прям классическая ангина вы безусловно лечитесь антибактериальной терапии системной допьете антибиотик внутрь по хорошей дозировке не там там три дня прошло и все и забыл как бы так нельзя ангину нужно долечивать поэтому если вы как раз таки ангину не долечиваете и потом получаете себе хронический тензилит ее нужно активно долечивать вот прям вот прям 7-10 дней вы пьете системный антибиотик несмотря на то что вам например после третьего дня горло уже без налетов и все уже стало хорошо обязательно все антибиотики мы допиваем значит ты говорила про курс в 10 скажем так промывание вот этих вот самых лакун миндалин да это за какое время вообще происходит нет но в среднем конечно это где-то 3-5 бывает 10 так когда уж совсем запущенные такие случаи когда очень много отделяем а вот этих казиозных масс это все казиозные массы по себе представляют этом ну да пробки дедрит бактерии это вот же продукты жизнедеятельности сами бактерии какие-то вот остатки частицы эпителия вот это все скажем так склеивается имеет очень неприятный запах такой в общем гнилостный и вот они такими вот комочками там и формируются вот эти вот как раз таки казиозные массы мы промываем из миндалин вот и отмываем в общем мы получается как делаем мы промываем пока идут пробки мы естественно все это дело санируем когда уже там бывает у кого по-разному у кого-то через три раза уже все более менее хорошо у кого-то через пять кому-то требуется еще более длительный курс в среднем это делается где-то через день ну вот если по-хорошему ну можно и там два раза в неделю вот курс делать вот примерно так понятно еще раз мы акцентируем внимание да вот эти все вещи мы рассказываем вообще-то про родителей вот а ребенком как бы и в данной ситуации вот у нас есть трехлетний ребенок еще пока не сформировались там вот эти вот хронический очаг инфекции вот или уже сформировался как там трём годам то это все происходит ну на самом деле все очень по-разному вообще как бы диагноз хроническое определить и я безусловно мне могу представить всё у него не было активно хорошая ангина если у него был да острый процесс потому что на фоне чего как бы я ну если была ангина безусловно можно подразумевает какой-то потом хронический процесс сейчас конечно хронический тензиелит можно поставить после каких-то очень часто фаренгитов все-таки я думаю что все таки в три года вряд ли у него там уже сохранянулся хороший тензи frame с какими-то вот прям явными клиническими приз tengo having а здесь нужно просто, говорю, сдать посев для начала из зева, из носа, посмотреть, есть ли там какой-то бактериальный агент, если все там хорошо, то хорошо, просто как бы активно лечим в период обострения каких-то фаренгитов, и если там есть бактериальный какая-то субстрат, то, безусловно, мы его пролечиваем. Вот, и, в общем-то, вот таким вот образом. Ну и, конечно же, родителям тоже, потому что хронический очаг инфекции, он, безусловно, между родителями и детьми, он туда-сюда мигрирует. То есть, опять же, мы лечимся всей семьей дружно, да, все вместе ходим к... А вот лор у нас взрослый, детский, ты вот, например, возьмешь там и детей, и взрослых сразу же? Ну, в поликлинике, безусловно, у нас идет прием только детский, но вообще у нас общий сертификат, мы ведем и взрослых, и детей. То есть, можно за один приход сразу всем обработать? Всем повеситься, да. Отлично. И сразу, не уходя далеко от темы, смотри, регулярно тоже на работе сталкиваюсь с налетами у детей, например, до года, да? Вот, но я же правильно понимаю, что у нас миндалины, вот эти вот классическое кольцо пирогово, формируются только под три года. Вот, соответственно, если мы видим там ребенка с высокой температурой и с такими прям красивыми налетами, все прямо вот на миндальных прям их видно, это нельзя называть ангиной, да, то есть вот то, о чем мы сейчас говорили, это не про детей до года, это для детей старше там, ну, лет полу. Острый-то здесь, острый-то здесь. Понятно, а, скажем так, тактика лечения, да, то есть если мы не говорим, опять же, про бактериальную инфекцию, это же вирусная инфекция должна быть чаще всего, правильно? То есть, скорее всего, какая-нибудь Эпштейн-Бар или что-нибудь такое. Ну, в принципе, Эпштейн-Бар тоже подразумевает антибактериальную терапию в любом случае, ну, цифровоспоринового ряда, потому что он идет достаточно с сильным снижением иммунитета, в общем, и очень часто присоединяется вторичная инфекция, поэтому даже здесь в любом случае будет антибиотик, если это Эпштейн, и в Москве, конечно, можно сдать, но я думаю, что любой педиатр, в общем-то, все равно, значит, при каком-то активном процессе с налетами в горле в любом случае будет антибиотик. Просто будет контроль, проверить, посмотреть, если даже, естественно, первым препаратом выбора будет Максицелин, ну, Максицелин или Аугментин, вот этот препарат. Если там какие-то будут изменения, то, безусловно, поменяют на цифровоспориновый ряд, если это будет ВЭП, ну, вирус Эпштейн-Бара. Понятно, к тебе такие детей направляют же, да, то есть до года вот с этими с налетами? Ну, все-таки зачастую это педиатрическая служба больше, все-таки, если это тем более активный процесс, температура и налет, они вызовут педиатра, ну, домой к себе. Логично. Ну, вот, поэтому, конечно, это все-таки больше будет педиатрический, ну, ребенок. Да и, в принципе, ангина вообще лечится у педиатра, это не, как бы, по сути, как бы, сама ангина, ну, не лор-заболевание, потому что там, конечно, есть различные... То есть же потом нужно же и мазки сдавать на дифтерию, это обязательно, и актив, и потом, по сути, нужно еще сдавать клинический анализ крови через месяц, и повторный анализ мочи через месяц, если была классическая ангина. Поэтому там разбираются с этим педиатром. Понятно. То есть, ну, если мы говорим про единичный, особенно первый раз, вот, когда эта вся история возникла, этот ребенок, скорее всего, к тебе не попадет, и, в общем, не твой он, грубо говоря, да, то есть это если, когда идут там чатные рецидивы, вот, тогда уже, да, тогда уже в плановом порядке, опять же, вне острого периода, его отправят к тебе. Ну, все-таки дети, наверное, это ближе к шести такие уже, с тензелитом подходят. Ну, к шести, к пяти, вот, но не раньше, там, полтора-три года, конечно, это очень редко такое, в такой случае бывает. Хорошо, с этим понятно. Ну, и, соответственно, там, про всякие вещи типа удаления глан, да, мы говорим тоже там гораздо старше. Вот, из-за детей там... Ну, в общем, смотри, что по поводу удаления, безусловно, должны быть определенные, так скажем, показания для удаления миндалин, мы просто так нам надоели, а не мы их так не удалим. Это отсутствие эффекта от консервативного лечения, часто ангина обостряющаяся, да, там, более трех раз в год. Ну, и, конечно, абсолютным показанием это портензелярная абсцесса, это прям сразу вообще. И их только в этом случае удаляют, безусловно. Детки, есть просто такой момент, то, что гипертрофия нёмных миндалин, вот с этим бывает, отправляют. Но это не хронический процесс, это просто увеличение, да, нёмных миндалин, они могут быть здоровыми, там нет эквизиоза, там нет каких-то застойных моментов, они просто увеличены, действительно, на этом фоне могут мешать даже, как глотать, ну, чуть слегка, да, и как-то, ну, неприятно, в общем. И вот такие вот миндалины мы можем подрезать, но только до 6 лет. Потому что после 6 лет мы их не подрезаем в связи с тем, что очень большой риск кровотечения. Вот, например, если вы делаете аденотомию, и заодно, скажем так, подрезаются миндалины, вот только до 6 лет. Поэтому дальше только уже удаление. Потому что миндалины, они очень такие кровавые, и потом очень большой риск не остановить кровотечение. То есть мы их подрезаем только если они сильно мешают, да? Ну, в общем, да, сильно мешают. Ну, в силу того, что, в принципе, если у ребёнка большие аденоиды, зачастую это идёт вместе с большими нёбными миндалинами. Это прям бывает часто такое. Например, если ты видишь очень огромные нёбные миндалины, то вероятнее, что у него ещё и аденоиды такие же большие, такие же сочные и свисающие в горло. И, конечно же, когда такой ребёнок уже прям декомпенсировался, скажем, да, ему тяжело уже и всё, и дышать, и уши, и всё, у него уже там... В общем, мы его направляем на оперативное лечение. Ну, конечно же, мы ещё и подрезаем миндалины. Заодно сразу же. Понятно. Удаляем миндалин и подрезаем миндалин. Это просто идёт лазерная коагуляция, их просто чик и всё. Угу, чик и всё. Хорошо. Звучит неплохо. Так, вроде с этим вопросом разобрались. Предлагаю перейти к вопросам, которые у нас заготовлены. И в процессе будем ещё обсуждать всё остальное. Потому что про Гланды нас особо никто ничего не спрашивал, а про аденоиды там прямо много. Так, значит, начнём мы с такого вопроса по поводу слуха, собственно говоря. Что ребёнок недоношенный, 36 недель, я так понимаю, маловесный, 1,9 кг, Абгар 8. Значит, по роддоме левое ухо не прошло аудиоскрининг. В Морозовской, это, видимо, в Москве, да, неделю лежали от сглаза. Ну, в смысле, что просто так лежали. Дали направление в 2 месяца к сурдологу, пройти обследование. Значит, ходили, потенциалы мозга в норме, не смогли проверить среднее ухо, ибо маленькое. Записали на конец мая, зачем-то не вырастет же ещё. Ждать до 6 месяцев или всё же сходить. Так ребёнок слышит, гулит, реагирует на звуки, голос без проблем. Игрушки спокойно, стоит ли переживать. Ну, скажем так, переживать вообще не стоит, потому что в роддоме бывают такие ситуации, когда ребёнок не проходит аудиотест, в связи с тем, что в наружный слуховой проход просто бывает, ну, родовая смазка, вот эти вот какие-то выделения попадают. В связи с этим, может быть, и не проходит аудиоскрининг. Поэтому в связи с этим у нас есть стандарт обследования таких деток. В принципе, мы проходим аудиоскрининг в роддоме, а потом он проходит от 0 до 4 месяцев в поликлиническом уже, ну, амбулаторном звене. Вот. Если ситуация какая-то, да, тяжёлая, там, ну, мы не можем, например, в роддоме тоже минус, в поликлинике минусы, конечно, мы направляем к сурдологу. Я думаю, в этой ситуации их просто направили к сурдологу сразу. Почему? Потому что это всё-таки не дано, что на ребёнок, и перестраховываются. Потому что всё-таки в поликлинике не такая совершенная техника, как в сурдологических центрах. Поэтому это было обосновано, и понятно, почему они так сделали. Переживать не стоит. Но если сурдологи вас пригласили, я считаю, через два месяца, ну, через сколько там, в мае, в конце, всё-таки дойти стоит. Но переживать по этому поводу не стоит. В общем, вот так. Понятно. А как выглядит вообще ситуация, когда стоит переживать, да? Вот. Конкретно, если мы обращаемся к подобному случаю. Ну, стоит переживать, если, например, родителей, да, есть какие-то врождённые патологии слуха. Безусловно, стоит как-то акцентировать на этом внимание. Какие-то, может, генетические изменения. В этом случае мы, конечно, очень активно обследуем малыша, потому что нужно уже определиться с диагнозом до года, потому что их как раз сделают им оперативные вот эти вот вмешательства около года, когда они подрастают. Чтобы, ну, устанавливают искусственную вот эту, ну, как бы... Ну, коклеарный имплант. Коклеарная имплантация, да. Около года только. И то, кстати, все, если, например, родители все не слышащие, зачастую они даже и не хотят, чтобы ребёнок слышал. Ну, как-то они как-то в своём уже мире живут, и зачастую они отказываются от этих коклеарной имплантаций. Может, они как-то не хотят, скажем так. Бывают такие случаи тоже. Ребёнок... Я сразу в догонку. Случаи клинические. Вот буквально сегодня на смене я был в такой семье. Там мама, папа глухонемые. Вот. И двое деток они тоже не слышат, да. Никаких признаков там этих коклеарных имплантов установки или попытки их установки тоже, в общем-то, нет. В целом, на самом деле, смысл даже в этом какой-то понятен, да, с точки зрения родителей. Ну, просто потому что они с детьми общаться не смогут. Вот. Дети в любом случае там с родителями как-то должны будут общаться. И для того, чтобы, скажем так, сформировался вот этот вот, ну, то есть, чтобы функция слуха даже с помощью коклеарного импланта, она начала работать, ребёнку нужно ей пользоваться активно, да. То есть, нужно слышать речь, нужно там пытаться произносить эту самую речь. А родители, поскольку этого делать не могут, да, то есть, не могут они общаться с ребёнком. Вот. Возможно, даже смысла в этом для них какого-то большого нет. Но, опять же, это тут надо подумать 10 раз, да, потому что, ну, одно дело для родителей так удобнее, другое дело, ребёнок действительно уже, если время упущено с этой коклеарной имплантацией, уже потом нельзя повернуть назад, да. То есть, вот эти вот центры, если они в определённом возрасте не развились, они уже никогда не разовьются, к сожалению, вот. Но, к сожалению, так, чем позже мы делаем, когда чем позже мы обнародываем вот этого ребёночка, да, глухого, тем, конечно, тяжелее потом проходит процесс реабилитации, безусловно, гораздо тяжелее. Например, если ребёнку в год им сделать коклеарную имплантацию и в три, это будет просто абсолютно два разных ребёночка. Вот. Что, почему ещё дальше можно волноваться? Ну, если, говорю, в роддоме минусы, и потом вы в месяц сделали в поликлинике, всё хорошо, то, как бы, абсолютно никаких, говорю, не стоит переживаний, просто, действительно, может быть, вот эта смазка родовая попала, да и, в общем-то, и всё. Ну, то есть, это получается, как дефект проведения процедуры, да, то есть, это ложно-отрицательный результат. Да, да. Ну, потому что ещё ребёнок, например, может разораться, раскричаться, но при этом, когда вот он кричит, мы не можем тоже ничего сделать, потому что нужно полная, чтобы была, скажем так, ну, тишина, и если ребёнок просто вот, ну, там, не знаю, ну, какие-то у него там переживания, поэтому мы не можем сделать, поэтому приглашаем их ещё раз повторно. Ну, понятно. Ну, всё, конечно, спасает мамина грудь, которая, и тогда мы всё делаем. Так, с этим всё понятно. Хорошо. Так, к аденоидам переходим. Дочки 3,7 пошли встал, столкнулись с насморком. Как таковых выделений мало, сначала нос, сначала в нос говорит, но не заложен, затем начинается ночью кашель. Даже до рвота доходила, по стенке слизь стекает, поставили аденоиды второй степени, промывая почти постоянно специальным душем, как быть, как лечить. В сад неделю ходим, потом месяц с соплями, как можно, ну, про полидексу спрашиваю, да, есть ещё синопред, как часто, когда нужно его принимать. Вот, ну, от тебя добавлю, что жалоба на то, что ребёнок там ходит в сад 3 дня и потом 2 недели, там, ну, там, неделю сидим на больничном и так по кругу, это вообще-то обычная история, да, то есть это, ну, очень часто случается. И считается это, в общем-то, обычно, ну, то есть это нормально, да, вот, это такой период в жизни ребёнка, когда у него формируется активный иммунитет, это просто надо пережить. Да, к сожалению, так и бывает, что ребёночек пошёл в сад и начинается потом очередание бесконечных проблем с соплями, ну, это действительно нужно пережить. Если ребёнок не будет получать вот эту вот антигенную стимуляцию, если не будет ребёночек ходить в сад, то в школе потом будет то же самое, поэтому действительно это нужно просто пережить. Что касается аденоидита, ваш, ну, промывать, безусловно, вы можете солевыми растворами различными, это, как бы, как нормальный обычный туалет, это нормальная ситуация, к этому никаких привыканий нету. Безусловно, конечно, стоит подойти к доктору, да, если аденоидит он поставил, он должен был назначить какое-то лечение консервативное. В общем-то, в этой ситуации я бы тоже порекомендовала сдать посев, потому что, возможно, частные насморки обусловлены какой-то бактериальной инфекцией, которая, да, хронически персистирующая там в носу, поэтому нужно, конечно, сдать посев. В идеале посмотреть тоже, нет ли там какого-нибудь товарища, чтобы его прониклить. Далее, для аденоидов у нас есть ряд препаратов, это топические стероиды, значит, это препараты типа Нозанекс, Адезоренита, Абамисы, такие препараты мы назначаем, они убирают воспаление, уменьшают объем аденоидов, но это, конечно, все мы делаем достаточно длительное время, примерно там месяц, а то и больше, ну, в зависимости от ситуации, ну, под контролем, конечно же, лор-врача, который вас смотрит. Дальше мы назначаем, есть ряд гомеопатических препаратов, потому что с аденоидами очень сложно справиться, вот, типа лимфами азота, и каких-то травяных, вот, Тензилгон, Синопред, тоже можно, в общем-то, принимать такого плана. Что касается полидексы, мы принимаем, то есть, ну, брызгаем ее в нос только на чистый носик, когда вы уже сосудосузили, да, потом промыли активно, и только после этого вы закапываете полидексу, то есть, антибактериальное средство, для того, чтобы убрать именно бактериальный какой-то очаг. Это желтый, зеленый, какие-то вот такие вот сопли длительные. Почему на чистый нос акцентирую на это внимание? Потому что, когда вы закапываете нос на соплю, то потом с этой соплей у вас эта вся полидекса уходит, и никакого лечебного эффекта абсолютно не оказывает. Поэтому нужно обязательно сначала выполнить туалет носа, такой прям хороший, нормальный туалет. Что касается Синопреда, это травяной препарат, там тоже различные травки, его можно применять при каких-то, ну, обострениях, либо аденоидита, либо просто насморках, ренита, синуситах. Ну, мы их принимаем от 7 до 14 дней в среднем, ну, вот где-то так. Ты прям пользуешься этими препаратами, прям увидишь от них эффект, да? Ну, в принципе, вот сам Синопред, я не могу сказать, что я его прям очень люблю. Вот как-то Тензилгон мне нравится, он действительно, он как-то и при Тензиллитах, и даже при каких-то вот этих подкашляваниях, как-то мне вот нравится Тензилгон. Но вот Синопред, я как бы к нему спокойно так. А, полидекса? Полидекса это прекрасный препарат, он антибактериальный, там плюс еще гормон есть. Бывает еще с милофрином, то, что с сосудосуживающим эффектом. Ну, он прекрасный комплексный препарат, какие-то желтые, зеленые сопли, которые такие длительные, безусловно, он прекрасно идет. Но тоже есть вопрос, ну, как бывает в различных ситуациях, когда, например, уже выработалась какая-то устойчивость флора, и он не работает. Поэтому приходится менять на другой какой-то антибактериальный препарат, и все. Ну, их, в общем-то, в глазных очень много различных, поэтому мы используем различные глазные капли, которые можно, их также можно использовать и в нос. Вот так. Потому что есть определенные публикации, которые говорят, что там при ринитах, например, неэффективное использование местных антибактериальных препаратов, что только системные. Причем я это слышу неоднократно от педиатров, вот ссылку на вот эти вот статьи, но лоры в основном с этим не согласны. Вот лоры говорят, что мы этим всем активно пользуемся, все это ерунда, все прекрасно работает. Я категорически вообще считаю, что уж лучше давать местный антибактериальный препарат, чем системный препарат. Если есть возможность использовать местный, то, безусловно, мы используем местный. Если ребенок там длительно болеющий, уже там мы перепробовали кучу всяких различных мероприятий, там кукушку и все остальное, то, конечно, мы назначаем системные антибиотики. Или там, когда у нас синуси, да, там загноем мы в пазухе, тут как бы никуда не денешься без системного. Но когда есть там возможность, безусловно, мы его назначаем. Ну, терапедиатры, кстати, они вот зачастую прямо лечат только називином да водичкой. А потом они приходят тебе через 2 недели, у нас сопли зеленые уже, там, не знаю, мы не можем исправиться с ними, что делать, Боже мой, помогите. Ну, почему педиатры не назначают там какой-то антибиотик, ну, иногда. Не все, конечно, но бывает такое. Мы приходим, они прямо приходят и говорят, ну, мы уже лечимся 2 недели, у нас там сопли зеленые, мы не можем вылечь, чем лечитесь? То есть, промываем, типа, аквалором, и все, я говорю, ну, молодцы, давайте тогда как-то активно полечим, и все. Потом через 3 дня им уже гораздо легче. Понятно. И очень часто еще спрашивают про такой препарат ринофлуамуцил. Ринофлуамуцил прекрасный препарат, я вообще очень люблю, вообще, в принципе, люблю практически все препараты этого зомбона. Ринофлуамуцил, он хорошо разжижает, и хорошо вот это все, как бы, сопли отходят очень хорошо. Когда густые такие вот прям тяжело сморкающие сопли, и прекрасный препарат, можно его как раз использовать. И при сильных ситах он хорошо, когда как раз нужно отток наладить, очень хороший препарат. Все понятно. Так, что к следующему вопросу, да? Вот, дочка с рождения дышит похрюкивая, иногда даже во сне. Так, пока маленькая совсем была, педиатр говорил, что кости лица растут, нормально это, да? Сейчас полтора года, дыхание не изменилось. В консультации лора посоветовали эндоскопию, подозрение на деноиды. Так, во сне ребенок дышит ртом, дыхание через нос. Во сне дышит ртом, дыхание через нос. Не понял, ну ладно. А, ну вот, когда сидишь, чем-то увлечена, играет тоже шумное. Вот, шумное дыхание, в общем. Ну, здесь могут быть различные тоже ситуации, не обязательно. Ну, вообще, как бы, действительно, когда малыш рождается, у него действительно бывает узость носовых ходов физиологическая. И мы на это, как бы, в принципе, действительно сильно не обращаем внимания. Что там, промываем нос, да и все. Если ребеночек вот такой маленький, совсем-то какой-то, ну, вроде был такой же вопрос подобный, не бросает грудь, вот, сочет спокойно, там, бутылочку, грудь и дышит носом, значит, вообще переживать по этому поводу не стоит. Значит, ему носового дыхания хватает. Он потом просто прям перерастет, ну, все это дело, действительно, просто разрастется у него личико и все. Может быть, вот эта полуторгодовая девочка, а может быть, она просто миниатюрная. Это тоже может быть давать какие-то, ну, да, маленький еще носик и тоже может немножко подсапливать. Плюс может быть какой-то аллергический компонент. Не обязательно это могут быть аденоиды. Ну, может быть, аденоиды, нужно же тоже смотреть. И так не скажешь, что там, аденоиды, не аденоиды. Какой-то аллергический компонент. Если, например, родители аллергики, то тогда нужно заподозировать еще и аллергический какой-то компонент. Вот. Посмотреть на ребенка, в общем-то. Ну, обратиться к лору, посмотреть, чтобы там, что там, как бы, диагностировать, есть ли там аденоиды или нет аденоидов. Конечно, в полтора года аденоскопию будет сделать весьма затруднительно, потому что это не очень приятное мероприятие. Если только по каким-то гибким эндоскопам. Но обязательно все... У нас есть в поликлинике? У нас есть жесткий эндоскоп, тоненький и хороший. Ну, хороший очень такой, тоненький, очень удобный. Гибкий у нас тоже есть в поликлинике, но его почему-то закупили очень толстым. Что вот мне, например, проще сделать жестким эндоскопом эндоскопию, чем сделать вот этим жестким, толстым. Он просто не влезает в ноздрю у меня, дети. Вот. Вот. Как бы, ну, если бы он был тонкий, гибкий, это было бы вообще идеально. Вот. Ну, жестким тоже, в общем-то, все нормально, можно быстро сделать. Только если, конечно, я очень акцентирую внимание, чтобы не было каких-то аллергических моментов, то, что мы делаем все-таки с лидокаином. Поэтому, если есть какое-то там подозрение или еще что-то, я не буду делать с лидокаином в поликлинике, потому что, конечно, прям уж не хочется спасать кого-нибудь. Ну, собственно говоря, это такое лекарство, которое в топе аллергенов на самом-то деле. Поэтому рискованная история. Согласен. Вот. Как и применение препаратов, да, которые, в общем-то, вот это вот все содержат. Ну, раз уж про лидокаин заговорили, вот и ПАКС, да, там же у нас он в состав входит, правильно? Ага. Вот. Соответственно, очень часто его и в поликлиниках просто так, и в поликлиниках, в аптеках просто так назначают, да. То есть это препарат по большому учету первого ряда при, скажем так, катаральном отите, да. То есть вот у ребеночка только появилась боль в ухе, только появилась вот буквально там первые часы. И, собственно говоря, первая помощь, которую можно оказать, это, в общем-то, промыть нос солевыми капельками, закапать сосудосуживающие и местные вот эти вот самые УТИПАКС, да, потому что к лору для того, чтобы заглянуть, в общем-то, да, что там в ушах происходит, отоскопию, в общем, сделать. Ребенок попадет, ну, чаще всего это происходит вечером и ночью, да, и самое раннее это на следующий день. И то, если там лор, например, принимает, или есть возможность найти платного. А еще чаще это бывает через день, два, три, четыре, вот как-то так. Так что, собственно, как мы поступаем-то с этими капельками? Нормально, вот. Можно рискнуть. Слушай, ну, честно говоря, вот, скажем, когда в уши капают, что-то такого у меня еще ни разу не было. Каких-то проблем с лидокаином, с УТИПАКСом. Ну, ни разу не встречала такого. Но, кстати, вот насчет УТИПАКСа, ну, да, конечно, это, наверное, самый просто раскрученный препарат вообще, по сути, мне кажется. Он просто у нас у всех на слуху. Вот. Но так вот... Что? Альтернативу предложи. Ну, вообще, альтернатива, например, если у ребенка там что-то прям заболело, по сути, можно дать нурофен, да, в случае, когда вот острая ситуация, там, потом вы до лора дошли. Но мне очень нравится аноуран. Он, во-первых, с местным антибиотиком, тоже, кстати, с обезболивающим компонентом. И он гораздо быстрее вот эти все катаральные отиты, они уходят на аноуране, потому что там есть местный антибиотик еще плюс. Ну, смотри, мы говорим про ситуацию, когда еще, грубо говоря, ребенка врач-то не видел, да, то есть вот как раз, например, когда они звонят на неотложную помощь, просят консультацию, у ребенка болят уши, что делать? Я, грубо говоря, на земледельческую в больницу там в 3 часа ночи, вот. Ну, мягко говоря, не все хотят, и мы не очень хотим их туда отправлять, вот. Потому что в целом можно справиться дома с такой ситуацией, если только-только началось. Вот. И, кстати, хочу сказать, что недавно я как раз учебу когда проходил, у нас там была лекция по лорам, и там нам очень подробно рассказывали как раз про отипакс, про то, как он хорош, про то, как он там во всех европейских протоколах присутствует и все остальное. Вот. И что там это вот единственный препарат, который ни у кого никаких вопросов не вызывает вообще. Ну, он просто вот на слуху у всех, и все педиатры его назначают. Безусловно, я не против отипакса. Если у тебя есть дома отипакс, безусловно, капни отипакс. Ну, просто говорю, если приходит ребенок, например, ко мне на прием, и я вижу, да, что у него, ну, как бы такое лухо пограничное, да, можно побойтись без назначения системного антибиотика. Безусловно, я ему назначу аноуран. А он уже купил отипакс. Он купил, там, не знаю, в ночи его за 800 рублей, там, в три дорога. И он уже не захочет пойти купить еще один препарат, когда у него открыт там, ну, отипакс. Да. А как бы, получается, приходится ему, ну, в таком случае, например, подлагать, либо вы покупаете новый препарат, либо в системный антибиотик придется. Потому что там в аноуране еще есть, видишь, антибиотик, и очень он хорошо работает. Как-то вот очень хорошо. Мне нравится. Хорошо, я понял. Стоит держать этот отипакс превентимно дома в домашней аптечке? Если, например, ну, если у ребенка никогда не было отитов, наверное, не стоит, да? Потому что, ну, отиты все-таки там, это не первичное, скажем так, состояние, да? То есть это обычно какие-то осложнения, какой-то там инфекции. Вот. При этом, ну, далеко не у всех детей, скажем так, бывает. А вот если ребенок прям склонен к этим самым отитам, стоит запастись? Ну, я бы обсудила этот вопрос непосредственно с лором, наверное. Если бы, я бы запаслась, говорю, аноураном. Я не против отипакса. Но если есть дома отипакс, конечно, можно его закапать. Но, говорю, просто аноуран, он качественно быстрее помогает. Он просто реально быстрее помогает. Безусловно, что касается отипакса, например, его нельзя капать на любые выделения из уха. Если что-то из уха потекло, то категорически никакие вообще спиртосодержащие капельки мы не можем, ну, категорически нельзя капать. Но то же самое касается... А? Что будет? Ну, просто, во-первых, будет неприятно. Во-вторых, может края вот этой перфорации заливать, и они потом не зарастаются. Вот эта вся форма может перейти в хроническую форму. И на этом как бы фоне у нас получится еще плюс хронический отит, который не зарастет дыркой, и потом нужно будет оперировать. Ну, не очень приятно. Поэтому, если что-то из уха прям потекло, вообще категорически вот эти спирсодержащие капли нельзя капать. В общем-то, аноуран к нему тоже относится. Ну, так и... Да, он тоже спирсодержащий. Мы капаем только те капли, которые разрешены на перфорацию, на водной основе. Вот так. Поэтому здесь тоже как бы нужно... Безусловно, там дождаться утра, ну, как бы вечером, можно дать нурофен. Даже, на самом деле, обычное там сухое тепло, ладошка какое-то вот успокоить. Даже это поможет. Даже если вы водку там закапаете в ухо, ну, реально, это поможет. Это просто компресс по цветовищу. Ну, как бы это, на самом деле, нормальный вариант. Борный спирт шикарный там или фурцелиновый спирт тоже, в общем-то, все это поможет. Это успокоит просто все это вот, все это успокоит. Просто даже погреть вот немножко, вот просто ладошкой, не говорю там какими-то там вещами. Вот просто погреть ладошкой, просто даже тепло вот это успокаивает, ну, дать нурофен. Утром дойти до доктора все-таки и посмотреть, оценить ситуацию. Потому что ситуации бывают разные. Вроде сегодня, ну, с утра там вроде все более-менее, не только ухо заболело, а там раз смотришь, а там уже выбухающая барабанная перепонка, ну, там, с гнойным содержимым. Естественно, это все распирает, сильно очень болит, и, конечно, приходится делать процентезы. Ну, и, соответственно, не всегда отит равно назначению антибиотикосистемного, да? Нет, нет. Ну, смотришь просто на степень вообще отита. Если отит, в общем-то, скажем так, ну, туботит, да, или какой-то такой легенький, ты же смотришь на степень вообще, насколько красная барабанная перепонка, и потом от этого уже отталкиваешься. Если, я просто их очень часто контролирую, допустим, если они пришли ко мне, я их лучше досмотрю сегодня-завтра, да, вот, чтобы более-менее я понимаю, что все дело пошло на лад. Если нет, то, конечно, назначим там через пару дней антибиотик, если уже нужно будет. Ну, то есть, будет наблюдение, да? Да, ну, наблюдение, нужно хотя бы там два, там, день через день посмотреть, вот. Если все уходит, то хорошо. Вот, на местном антибиотике. Хорошо, все принято. Так, ну что, вернемся к вопросам. Ребенок 6 лет, часто болеет. Лор сказал, аденоиды их надо удалять. Действительно ли, да надо? Ну, показания для аденотомии, в общем-то, есть, это частые простудные заболевания, ну, достаточно частые. Все-таки проблемы с ушами стойкие какие-то, там могут быть секреторные атиты различные, или, например, атиты, гнойные атиты, вот, часто рецидивирующие. Затруднение дыхания, отсутствие какой-то тоже, ну, от консервативной терапии, отсутствие динамики. Только вот в связи с этим мы удаляем аденоиды. Просто так там, как бы, сначала мы, конечно, за них пытаемся побороться, потому что есть вероятность, что они, скажем так, разрастутся к 7-8 годам, и все будет полегче. Поэтому тут нужно смотреть непосредственно с каждым ребенком и его попробовать, да, там, полечить сначала. Тоже так же, как мы говорили тогда, сначала мы сдаем анализы, смотрим, убираем, если есть там какой-то бактериальный субстрат, то после этого, если нет никакой динамики, безусловно, мы удаляем. Но если динамика есть, и она положительная, то, конечно, стоит пока пожить с аденоидами. Ну, то есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что в организме лишних, в общем-то, деталей нет, и если есть возможность сохранять, мы сохраняем. Но на самом деле сейчас вообще в целом тактика, ну, в принципе, в лорах, насколько я понимаю, такая щадящая в плане, то есть, если говорят о том, что надо удалять, скорее всего, там уже надо удалять ее. Я правильно понял? Ну, конечно, да. Если там надо удалять, когда-то, может, они висят там в горле огромными этими гроздьями, когда ребенок вообще не дышит, не слышит, ну, хотя мы до такого, конечно, стараемся не доводить. Значит, нет, но опять же, это туда же, я правильно понимаю? Ну, да, вот это вот, да. Ну, если динамика есть, то, конечно, мы не удаляем. Если динамики нет, то мы удаляем. Ну, то есть, положительная динамика, да? То есть, если лечь им ничего не помогает, то уже, значит, надо задуматься о том, что можно было удалить. К сожалению, очень длительный вообще, скажем так, записаться можно, там бывает, если на бесплатную операцию бывает различная, ну, длительная очередь, от двух до шести месяцев в различных сационарах, поэтому бывает даже так, что, например, мы начинаем лечить, смотришь, что такое пограничное состояние, говоришь, ну, давайте мы запишемся, полечимся, если, ну, как бы через шесть месяцев у нас будет все плохо, то мы удалим. Бывает и такие ситуации. Ну, и, соответственно, если все хорошо, то мы снимаемся с очереди, да, и продолжаем дальше лечить. Я понял, хорошо. Так, следующий вопрос. Ребенку в 7 лет удалили аденоиды, сейчас 9. Могут ли они вырасти снова? Вот, или уже перерастыли? Ну, тоже все индивидуальная ситуация. Они, конечно, могут рецидивировать и в 9 лет, к сожалению, но должен быть какой-то, скажем так, фон. Либо аллергический на фоне аллергии, очень часто рецидивируют аденоиды, либо бывает, когда ребенок перенес какую-то мощную вирусную инфекцию, вот на этом фоне тоже бывают рецидивы. Но так, конечно, 7 лет уже более-менее возраст, когда не должно быть рецидивов, но ситуации бывают разные, бывает и так. То есть бывают ситуации, когда по несколько раз приходят их удалять, да? Да, бывает и 3 раза дети удаляют аденоиды, всякие ситуации бывают. А к какому возрасту мы уже говорим, что аденоиды неактуальны? Неактуально удалять? Вообще, ну то есть уже все, уже нету, уже переросли. Так, ну бывает, ребенок в 14 приходит с аденоидами. Ну, если там взрослый-то уже не может быть с аденоидами, правильно? У взрослого просто это понятие по-другому называется. Это называется не христианной вегетацией, да, это называется аденоидной вегетацией. Если же у взрослого есть аденоидная вегетация, то их сначала берут на гистологию перед тем, как удалить. Потому что это могут быть различные, так скажем, онкологические проблемы, если у взрослого видят такую плюс ткань. Вот, и если там все, гистология спокойная, то их просто удаляют, либо лазером тушируют. Поэтому тоже могут удалить. То есть, опять же, с возрастом проблема может не уйти, но там тактика меняется. Ну да, но в основном, конечно, все-таки они, ну если все хорошо, то они уходят. Просто почему они, бывает, не уходят? Потому что если ребенок часто болеет, например, бесконечные вот эти воспаления, то просто они прорастают в соединительную тканью, и уже вот эта соединительная ткань не дает возможности рассосаться вот этим аденоидом, как лимфоидной тканью. И даже когда мы, бывает, удаляем эти аденоиды, они прям хрустят так вот, прям вот эта соединительная ткань, в общем, просто не дает им рассосаться с возрастом. Потому что, по сути, да, конечно, уменьшение аденоидов начинает там 7, 8, 9, там, да, 10 лет, ну, в норме, они уже начинают, скажем так, рассасываться. Ну, свою функцию уже не выполняют, вот, и они уходят в норме. Ну, когда ситуация, говорю, частое обострение прорастает в соединительной тканью, то объем этот не может уйти. Поэтому приходится. Да, понятно. Так, ну, мы уже 40 минут общаемся, нам вообще надо бы ускориться, вот, потому что у нас тут вопросики уже и в чате накидали. Вот, и давай приступим. Значит, логопед в детском саду сказал, что у ребенка аденоидное лицо. Иногда крапит, спя на спине. Такое может быть, ребенок не часто болеющий. Ну, аденоидное лицо, в общем, характеризуется чем? Это все-таки такое дутловатное, может быть, лицо чуть, ну, с приоткрытым ртом, зачастую с каким-то чуть дернутым носом и верхней губой. Ну, это как бы такое классическое, да, лицо. Бывают еще у них очень большие проблемы с прикусом, потому что у них вытягивается, скажем так, небо, то есть, да, становится готическое небо, потому что, по сути, полость рта пытается стать полостью носа, вытягивается, ну, она как бы вытягивает, чтобы было легче дышать. Вот просто вот этим характеризуется аденоидное лицо. Могут, так сказать, допустим, ну, какие-то вот люди, да, сведущие там медсестра или еще кто-то. Просто нужно обратиться к доктору и проконтролировать этот вопрос. На этот вопрос ответит, опять же, специалист. Ну, да, тут как бы нужно посмотреть, есть они там или их нет. Если они там есть, то нужно полечить. Так, а, вот вопрос, который мы уже обсуждали, да, который второй про шумное дыхание. Значит, с рождения шумно дышит, сейчас 5 месяцев, педиатр говорит, что узкие ходы. Что это такое и нужно ли лечить, да? Если само пройдет, то когда примерно? Ну, да, в принципе, мы уже обсудили, но можно так вкратце. Ну, получается, можно просто промывать обычным физраствором, там, аквалором, аквамарисом, как удобно, отсасывать вот эту ситуацию и все, там, если есть что-то. Ну, и ждать просто пока перерастет. Если ребенок сам миниатюрный, то, естественно, будет чуть подольше. Но так ему годы, в принципе, он должен уже нормально дышать. Да, физиологический стридер вообще официально считается до 6 месяцев, да? Значит, у дочки с рождения заложен носик, сейчас 2 месяца, до сих пор не прошло. Соплей нет, нос не дышит, когда дочь лежит. То есть, видимо, когда лежит, не дышит. Каждый день промывая морской водичкой, капли не помогают от заложенности. Долго эта заложенность будет и нужно ли что-то еще делать? Чтобы полегче было дышать. Ну, в общем-то, в принципе, все та же самая история. Ну, с узостью носовых ходов, может быть, это в 2 месяца. Если прям конкретно не помогает. Ну, вообще, со судосуживающими каплями лучше не увлекаться, потому что все-таки можно просто подсадить нос на это все и потом как бы испортить носик себе. Можно взять обычные... Есть растворы гипертонические, не изотонические, да? Вот эти вот гипертонические растворы. Это которые всякие, да? Акламарит и форта? Да, Аквамарис форты, Аквалор стронг, вот это все. Они, в принципе, ну, получается, их дают с более старшего возраста, но это только из-за подачи, там, ну, подачи, там, струя такая. Поэтому вы просто сливаете их, там, в рюмочку какую-то и пипеточкой просто их закапываете. Они, в общем-то, будут давать более такой сильный эффект, ну, противоотечный. Поэтому, может быть, их использовать лучше, чем сосудосуживающие капли. При том, что сосудосуживающие капли от себя добавлю, еще они нередко могут давать передозировку. Вот, это довольно легко сделать. Особенно если мы говорим про какой-нибудь нафтезин, хотя, в общем-то, и нафтезин какой-нибудь, бэби, если хорошенько ливануть, тоже можно передозировать, в общем-то, запросто. А, в общем-то, вода, содержащая соль, ну, там что-то прям сильно навредить очень тяжело. В теории, конечно, можно, вот, но прям надо постараться. Ну, можно чуть пересушить, конечно, но вообще, конечно, сам производитель заявляет, что там пересушить невозможно, но, конечно, пересушить можно вот этими гипертоническими растворами. Но, в общем-то, все более-менее нормально проходит обычно. Так, следующий, да, значит, сыну 3-7 ходит в садик постоянно, болеет соплями, причем долго, текут по задней стенке, что вызывает кашель, лечим полидексы, промываем, как избавиться от них, быстро постараться не залечить, чтобы это в хроническое не переросло. Ну, безусловно, лучше, конечно, обратиться к вору, посмотреть, да, может быть, там и аденоиды действительно есть, да, и, как повторюсь, опять посев, посмотреть, подлечить аденоиды. Полидексы пользоваться можно, если это какие-то уже бактериальные сопли, там желтые, зеленые, вот такие сопли. Но сколько там, ну 5-7 дней, ну до 10 можно довести, как часто, пока помогает, потому что бывает так, что чувствуешь, что привыкает, скажем так, уже флора, и полидекса потом не работает, приходится просто менять. Что касается часто болеющих детей, кстати, вот есть такая штука, называется вирус-блокер. Можно прямо вешать его на одежду и ходить с ней в садик. Ну это в зависимости от того, что разрешат ли в садике. Вирус-блокер это, там такая штучка, как блистер, ну как бейджик, что ли, там находится диоксид хлора вроде, ну не помню, что там находится. Ну и он как бы, снимаешь вот эту этикетку, он как бы вроде создает какие-то более-менее, ну стерилизует воздух. У нас, коллеги, есть очень серьезные вопросы к механизму, работают и штуковины. Слушай, на самом деле мы ходили с ним, нам помогало. Ну как бы, я уж не знаю, там с чем это было связано, переросла им или нет, но мы ходили с ним, был период. Более-менее, ну как-то вот кому-то помогает, кому-то нет. Я же не говорю, безусловно, там когда тебе в лицо там уже плюнули, чихнули, он, конечно, от этого не спасет. Ну когда какие-то, может быть, такие летящие издалека, может быть, и остановится кто-нибудь. Ну вот я говорю, основной вопрос к тому, как это должно работать. Поэтому. В общем, да. Ну такая штука, конечно, есть. Ну есть, вопросов нет. Значит, так, следующий, да, дочке год 10 иногда утром хлюпает соплями, но потом все проходит, днем соплей нет. Это считается насморком, и надо ли это лечить? Это может быть какой-то аллергический компонент. Может быть, на подушку у нее там аллергия, или кошкой там чем-нибудь, пыль какая-нибудь. Это может быть с утра, вот, ну если с этим связано, просто попробовать поменять подушку, может быть, попробовать там с матрасами что-то, ну не знаю, пыль, поискать в какой-то момент именно связанный, почему с сном, со сном. Ну, аденоиды, конечно, тоже могут быть тенденция к аденоидам. Вряд ли уж там тоже в год и 10, ну, у нее прям огромные. Ну, бывают, конечно, и такие ситуации. Можно тоже посмотреть, оценить ситуацию. Конечно, прям залечивать не стоит, но промыли нос, и хорошо, больше ничего делать не надо, зачем больше там залечивать. Все понятно. Так, подскажите, пожалуйста, ребенку 3 года 10 месяцев поставили диагноз назофарингит, из симптомов нос не дышит, сопли трудноотделяемые, иногда зеленые, и периодически ребенок жалуется на уши. Ночью храпит, через пару дней лечения сел голос, совсем может только шептать, при этом лаящего кашлядышки нет. Ребенок активен, идет ли в данном случае речь о стенозе гортани, нужно ли что-то предпринимать, заранее спасибо. Тут я уже могу ответить, значит, ну, о стенозе гортани пока речь не идет, пока у нас не появилась инспираторная одышка, да, то есть одышка с затрудненным вдохом, с очень характерным таким звуком, вот таким вот, да, то есть пока вот чего-то такого не появилось, то есть первая степень вот этого самого стеноза, это когда вот такая шумная одышка появляется там на физическую активность или плач ребенка, пока этого нет, просто нос мы не говорим, вот, давай. Да, но говорим про ларингит, ну, то, что такая сиплость есть. В общем, что касается соплей, трудно отходимых, вот прекрасно подойдет препарат ринофлуумуцил, ну, в общем-то, промывать потом, потом вы активно промываете, если прям желтый-зеленый, то можно добавить полидексу. И есть такой препарат вот как раз-таки на ларингиты ингаляционный, флуумуцил, антибиотик ИТ, как раз вот они вместе там все, и как раз-таки его можно поингалировать, и будет полегче горлу и носу, в общем, и ларингиту. Через негулайзер, соответственно, поингалировать, да? Да. Тоже, кстати, препарат сарепутает. Ну, я опять же в лекциях про него слышал, там им лечили хронически затяжные бронхиты, да, как часть комплексной терапии. Другой вопрос, что это было именно рассказано про стационарное лечение. Нет, кстати, он прекрасно говорил, у нас, по сути, нет местных ингаляционных каких-либо антибиотиков, кроме него сейчас. Был раньше жертвец, как его? Забыла, как он называется. Да бог с ним, его уже нет. Биопорокс, вот. Ему уже нет, с нами уже года 4. Да, его же отменили, и по сути, он как бы был ингаляционным. Он очень хорошо тоже, и ларингит, и все, вот это все выходило. А сейчас приходится либо системной сразу давать, либо вот можно ингаляционно именно поингалировать хлоумоциллу, антибиотик, ИТ. Понятно. Так, сколько дней подряд допустимо давать ребенку нурофен в качестве обезболивающих при прорезывании зубов. Даю на ночь, иначе спит крайне беспокойно. Какие мази местного действия никакие мази не помогают. Есть ли другие эффективные средства обезболивания? Это на самом деле вопрос скорее ко мне, да, потому что, значит, ну, с нурофеном история такая, что столько, сколько необходимо, по большому счету. На самом деле у этих нестероидных противовоспалительных есть схема применения там по 2 недели и по месяцу, да, самое главное соблюдать дозировки, ну и опять же, да, чтобы были для этого показания. Вот, зубы режутся редко больше недели, поэтому навряд ли вы эти вот временные интервалы, скажем так, превысите. Вот, и, соответственно, здесь у нас информация вся та же самая, что про жаропонижающие, потому что все жаропонижающие, они же противовоспалительные, они же обезболивающие. Вот, у нас в детстве два основных препарата, это и вопрофен, он же нурофен, и парацетамол, опять же, в любой форме. Вот, и чередуйте их между собой по мере необходимости. Все, у нас вроде бы закончили. Или ты что-то хочешь добавить по этому поводу? Нет, я вообще полностью согласна, я не имею никакого отношения. Да, вот, это скорее действительно не к тебе вопрос был. Так, у нас осталось буквально там минуток пять, да, нам надо завершить до часа эту лекцию, чтобы она у нас успешно сохранилась, поэтому сейчас быстренько пару вопросов из чата. При воспалительном процессе миндалины, так, а, ну это наоборот, нет, да, при воспалительном процессе миндалины перекрывают горло, ребёнок задыхается, надо подрезать, вопрос такой. Ну да, вот если ребёнку до шести лет, если в этом, ну, действительно, можно подрезать до шести лет. Если ребёнок больше шести лет, к сожалению, подрезать уже не будет, потому что есть риск кровотечения. Угу, я понял. Так, 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 у нас тут какой-то вопросик есть. Гайморит, есть гнойное выделение, прокалывать? Ну, если вы сделали рентген, снимок, и там мы увидим классическую, да, картину гнойного синусита, безусловно, лучше это всё, весь очаг, ну, санировать и убрать, качественно сразу становится бы легче, гораздо быстрее. Ну, есть и другой путь, пропить сначала неделю системного антибиотика, если через неделю нет никакой динамики на рентгене, то всё равно прокалывать. Но после прокалывания, конечно, гораздо быстрее всё это дело идёт и проще. И меньше хронизации, кстати, инфекции, перейти в хроническую форму синусита и потом повторного рецидива синусита. Если как-то активно хорошо санируется, то нет риска такого. А то, что говорят, что один раз проколешь и второй раз будешь прокалывать, это всё ерунда. Понятно. Хорошо. И прокалываем мы же в стационаре, правильно? То есть вы там в поликлинике не делаете этого? Ну, вообще делаем иногда. Бывает, делаем. Те, кто же с праздником, надо потихоньку завершать уже, да, у нас там этот самый, чтобы прям всё сохранилось, чтобы всё чётко получилось. В православном Христос воскресе, Аня, большое спасибо, получилось здорово. Видишь, ты говорила, тяжёлый час болтать, по-моему, наоборот, времени не хватило ни разу. Так что, если ты не против, мы бы, может быть, потом как-нибудь повторили, да, потому что я так понимаю, что в целом, как бы, основной блок вопросов мы обсудили, но поболтать, в общем-то, есть ещё о чём. Вот. Так что, спасибо большое, вот, передавай привет домочадцам, вот, в скором времени мы с тобой увидимся, пока не буду спойлерить, да, вот, ну и всё. Всем счастливо, всем пока. Спасибо, Дима, была рада познакомиться со всем этим методом прямого эфира, потому что это мой был первый опыт, я очень переживала и улыбнулась, но спасибо, Дима, было очень комфортно, я даже удивлена, что было всё очень хорошо, спасибо всем, до свидания. Да, всё, до свидания. Всё, пока-пока.